Из этого короткого видео вы узнаете подробно о процедуре одобрения ипотеки на строительство в Сбербанке. Первый этап это одобрение заемщика. Обычно одобрение происходит максимум за один день, часто буквально за час. Бывает так, что человеку даже не звонят. Ставка у вас будет 5,3, если у вас есть дети рожденные после 2018 года. Если у вас нет детей после 2018 года, ставочка у вас будет 6,3. Соответственно, по всем регионам, кроме Московской и Ленинградской областей, доступна сумма до 6 миллионов. Платежи у вас будут 33 или 37 тысяч. То есть и Московская область, Москва, аналогично Ленинградской области, до 12 миллионов платеж 74 тысячи, либо 66 тысяч рублей. Хочу обратить внимание, что для одобрения заявки вам не требуется справка по форме банка, справка 2 НДФЛ, копия трудовой книжки. Заявку есть возможность завести по паспорту и по СНИЛСу. То есть заявка заводится в сервис ДомКлик, там указываются ваши паспортные данные и просто указывается уровень дохода. После этого вам звонит менеджер банка и на словах уточняет у вас, где вы работаете и какой у вас уровень дохода. Соответственно, он может уточнить контактный номер компании-работодателя и также позвонить в эту компанию, где также должны подтвердить информацию о вашей занятости, но при этом документов с вас никаких не потребуют. После того, как вы получили одобрение, то есть вам нужно переходить к второму этапу. На втором этапе вы можете строить либо на земельном участке, который находится в собственности, либо вы можете приобрести его в ипотеку. То есть для этого вам нужно иметь 20% первоначальный взнос от стоимости земельного участка. Обычно для получения разрешения на строительство подходят земли населенных пунктов с разрешенным использованием для ИЖС, либо ЛПХ. Сельхоз земли часто, обычно сельхоз земли подходят с видом разрешенного использования для дачного строительства. Участки для садоводства также можно рассматривать, но получение разрешения на строительство будет чуть более затруднено. Что касается разрешения на строительство, оно называется «Уведомление о соответствии объекта ИЖС требованием законодательства». Хочу обратить внимание, что перед тем, как получать разрешение на строительство, либо покупать земельный участок, вам нужно запросить выписку из ИГРН, чтобы там не было никаких ограничений на земельном участке, там не водоохранные зоны, либо какие-то линии ЛЭП, еще что-то, потому что если они там будут, будут проблемы с получением разрешения на строительство. Обращаю внимание, что разрешение на строительство получает собственник. То есть, если у вас участок в собственности, то вы заказываете разрешение на строительство через госуслуги. Это несложная процедура, обычно выдача происходит на самом деле за 4 дня, может быть, получена, но до 7 дней. То есть, если вы покупаете земельный участок, то разрешение на строительство должен получать ваш продавец. То есть, нужно с ним договариваться о том, чтобы он через свои госуслуги подал заявление на получение вот этого разрешения на строительство. Также для получения ипотеки по госпрограмме вам потребуется договор подряда со строительной компанией. Это либо ООО, либо ИП. Это может быть абсолютно любая компания. У нее должен быть, самое главное, должен присутствовать АКВЭТ 4120. Это строительство зданий и сооружений. Наличие лицензии, наличие, чтобы компания состояла в СРО, это не требуется. Подойдет любая строительная компания. Обращаю ваше внимание, что договор подряда на моменте одобрения земельного участка на втором этапе, то есть, требуется только всего лишь проект договора подряда. Продемонстрирую, как выглядит разрешение на строительство. Вот тут такое длинное название, уведомление о соответствии и так далее. Оно приходит вам в электронном виде, и здесь указано, что уведомляем о соответствии и так далее. То есть, такой-то кадастровый номер. Вот так выглядит разрешение на строительство. Это разрешение на строительство вы можете принести на сделку, либо даже на момент получения денежных средств. То есть, есть возможность на момент рассмотрения, как бы, рассмотреть объект недвижимости, когда вот это разрешение на строительство еще находится в процессе получения. То есть, можно принести либо на сделку, либо на выдачу денежных средств. А вот так выглядит типовой проект договора подряда. То есть, здесь прописываются стандартные условия, то есть, данные компании строительной, то есть, данные вас как клиента, указываются сроки исполнения, то есть, здесь предмет договора, что выполняются работы по определенному адресу, согласовывается сумма, допустим, строительства, да, то есть, и здесь также указывается сумма первоначального взноса, которую вы должны внести в качестве первого взноса строительной организации. Ну и дальше стандартные положения прописываются, порядок приемки сдачи работ, правообязанности, ответственных сторон. То есть, вот такой небольшой, на самом деле, договор подряда вполне достаточен для того, чтобы предоставить его на согласование в Сбербанк на рассмотрение объекта. Обращаю внимание, что договор подряда может быть не подписан на момент рассмотрения объекта. То есть, вы можете подгрузить вордовский файлик при рассмотрении объекта недвижимости, а подписан договор подряда уже принести на сделку либо на получение денежных средств. Что касается первоначального взноса, то есть, вы должны подтвердить, что вы внесли подрядчику 20% от стоимости строительства, то есть, допустим, если у вас стоимость строительства, то есть, если у вас стоимость строительства дома составляет 7,5 миллионов рублей минус 20%, то есть, сумма кредита у вас будет составлять 6 миллионов рублей, то есть, вы должны будете подтвердить подрядчику перечисление подрядчика первоначального взноса в размере 1,5 миллиона рублей, то есть, стоимость строительства минус сумма кредита. Первоначальный взнос подтверждается либо, если вы перечисляете по безналу эти деньги платежными поручениями из вашего клиент-банка, это PDF-файлики вы выгружаете с клиент-банка и скидываете их, прикрепляете в дом-клик, либо это может подтверждаться письмом от застройщика, подрядчика о том, что вы внесли ему денежные средства. То есть письмо с его печатью и подписью, что денежные средства в таком-то размере внесены в качестве первоначального взноса. Это был блок, который касается земельного участка. Обычно стоимость земли при кредите в 12 миллионов может составлять 500 тысяч или миллион. То есть она не покрывает полную стоимость кредита и требуется дополнительное обеспечение. То есть это либо поручитель, чаще всего, либо если нет поручителя, то залог. Что касается поручителя, поручителем может быть любой человек. Главное требование, чтобы не было жестких просрочек и задолженности по службе судебных приставов. То есть возраст его может быть от 22 до 60 лет. Но при этом учитывайте, пожалуйста, следующие моменты. Что если вы рассматриваетесь, допустим, по ставке о 6,3, то есть стоимость строительства 7,5 миллионов, полтора миллиона переначальный взнос. Вы можете получить максимальный срок, если возраст либо заемщика, либо поручителя не превышает 45 лет. Потому что на момент окончания кредита заемщику должно быть не более 75 лет. То есть, соответственно, если мы рассматриваем максимальный срок кредита, то ваш платеж составит 37 тысяч с 6 миллионов. И, соответственно, если заемщику будет 55 лет, то платеж составит 44 тысячи. Если заемщику будет 60 лет, то кредит будет на 15 лет и платеж уже составит 51 609 рублей. Прочитаем такие же суммы для кредитов 12 миллионов рублей. Если вы планируете построить дом за 15 миллионов рублей и, соответственно, первоначальный взнос, допустим, у нас 3 миллиона 20 процентов, то при сроке кредита и возрасте максимально 45 лет на 30 лет платеж у вас будет составлять 74 тысячи. Если заемщику будет уже, соответственно, 55 лет, кредит будет на 20 лет и платеж у вас будет составлять 88 тысяч. Если заемщику, допустим, будет 60 лет, то на 15 лет платеж у вас будет составлять 103 тысячи рублей. Также обращаю ваше внимание, что если вы отменяете страхование жизни и здоровья, вы можете это сделать, то ставка у вас увеличивается. Она становится не 6,3, а 7,3, то есть и платеж увеличивается. Поэтому отменять страхование для заемщиков, условно говоря, до 50-55 лет смысла никакого не имеет. Лучше брать со страхованием. По платежам у вас будет то же самое. Обратите внимание, что по поручителю уже требуется копия трудовой книжки и справка о доходах. То есть это может быть либо форма банка, либо 2 НДФЛ. Если поручителя у вас нет, вы можете использовать залог. Это может быть залог либо дома, либо квартиры. При этом, чтобы вам получить сумму в 6 миллионов рублей, то есть стоимость вашей недвижимости должна по оценке составить минимум 6 миллионов 700 тысяч рублей. Для того, чтобы вам получить кредит под залог недвижимости в размере 12 миллионов рублей, стоимость вашей недвижимости должна составить минимум 11 миллионов рублей. После того, как вы получили первоначальное одобрение, подгрузили документы по земельному участку, свидетельство на право собственности, договор купли-продажи, подгрузили разрешение строительства, проект договора подряда, квитанцию об уплате первого взноса застройщику. Подгрузили документы по поручителю, это также паспорт СНИЛС и документы, подтверждающие его доход, копия трудовой книжки, либо справка о доходах. Совсем забыл сказать, что если это индивидуальный предприниматель, то здесь подойдет декларация и Сбербанк очень хорошо рассматривает индивидуальных предпринимателей, поэтому не думайте, что им отказывают в Сберии, ИП хорошо рассматривают. Итак, мы подгрузили по поручителю документы, либо подгрузили по документы по квартире в качестве залога, естественно, там должна быть оценка и также документы на квартиру. Мы отправляем это все в банк на окончательное рассмотрение. На этом этапе, если вам на первом этапе не позвонили, то очень вероятно, что на этом этапе позвонят и вам, и поручителю, и у вас уточнят все параметры вашего кредита, то есть на что вы планируете брать денежные средства, какой вы дом хотите построить, там какие-то даже могут более технические параметры уточнить, сколько этажей, какие материалы. У поручителя также могут уточнить, ну естественно, знает ли он вас, где вы работаете. Поручитель не должен на 100% владеть информацией, но общую информацию о вас он должен знать. И по итогам звонка андерайтера, то есть принимается окончательное решение о выдаче кредита и, соответственно, если все у вас прошло хорошо, так называемая верификация, у вас как бы идет статус, что ваша ипотека окончательно одобрена и вам назначаются даты сделки. На сделке, когда вы приходите, вы в первую очередь, получение кредита это финальный этап, то есть здесь у нас еще есть этап сделки промежуточный, то есть где вы подписываете кредитный договор, кредитный договор перед подписанием кредитного договора за несколько дней до этого вы можете запросить его в сервисе домклик в чате, то есть вам его скинут, вы его почитайте, чтобы там все условия вас устраивали. И очень важный момент, что вот как раз на этом этапе, то есть вы можете проверить, каким образом вам будут выдаваться кредиты, то есть если у вас там указано, что денежные средства выдаются на личный счет заемщика, сейчас я найду эту формулировку. Да, я сейчас быстро пробегусь по условиям кредитного договора, он типовой, может меняться, конечно, чуть-чуть, но в целом условия типовые. В четвертом пункте процентная ставка, в одиннадцатом пункте указывается, что вы передаете в залог земельный участок и как раз в этом же пункте указывается о том, что в качестве дополнительного обеспечения, соответственно, предоставляется поручительство. И также здесь обратите внимание, что с момента, когда вы передадите уже построенный дом в залог, поручительство снимается, то есть оно не на весь срок кредита, то есть если вы за год построите дом, то только вы оформите в залог построенный дом, поручительство будет снято. В двенадцатом пункте у вас указывается на какие цели вы берете этот кредит, то есть индивидуальное строительство, соответственно, то есть жилой дом по адресу и так далее. В тринадцатом пункте указывается ответственность за ненадлежащие условия исполнения условий договора. Здесь есть первый пункт за просрочки и второй пункт за непродление страховки. И также в случае, если вы нарушаете сроки строительства, то ваша процентная ставка увеличивается в полтора раза, то есть она будет начисляться на остаток кредита с момента, когда у вас по кредитному договору установлен срок, когда вы обязаны передать в залог дом. И также в восемнадцатом пункте есть, как раз называется порядок предоставления кредита, и здесь указывается вот эта фраза «выдача кредита производится путем зачисления». И вот здесь очень важный момент, что куда зачисление, то есть у вас здесь указано, соответственно, что на счет 408, то есть это счет физического лица, то есть это ваш счет, который открывается вам в банке. Из которого вы в последующем будете гасить ипотеку, то есть это ваш личный счет, и на него, соответственно, зачисляются деньги. То есть если у вас здесь будут указаны реквизиты застройщика-подрядчика, то тогда у вас кредитные средства перечисляются напрямую застройщику или подрядчику. То есть если у вас вот такая формулировка, то значит денежные средства будут перечислены вам, и вы уже потом будете самостоятельно рассчитываться застройщиком-подрядчиком. И вот как раз финальный пункт, что порядок использования кредита, да, и здесь указывается, что основное условие – это то, что до 25 апреля, ну там кредит брался в апреле, да, вы обязаны с государственной регистрации объекта недвижимости, то есть зарегистрировать построенный дом и, соответственно, передать его в залог. То есть через три года, через три года с момента получения кредита вы обязаны построить дом и передать его в залог. То есть если вы этого не сделаете, как я уже указывал выше, если вы этого не сделаете, то, во-первых, будет повышение процентной ставки, а во-вторых, то есть в общих условиях кредитования есть такая ссылка, что могут потребовать досрочного погашения кредита. То есть после подписания кредитного договора и договора купли-продажи либо залога земельного участка вы подаете эти документы на регистрацию через многофункциональный центр, либо с помощью использования сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, то есть вы прямо в отделении банка документы отправляются на регистрацию, вот и примерно через неделю регистрируется залог земельного участка и вот тогда уже вас приглашают на сделку для того, чтобы выдать вам кредит. То есть и как я указывал выше, если в вашем кредитном договоре указана формулировка, что насчет заемщика, то денежные средства будут выдаваться вам на счет, а вы впоследствии будете рассчитываться за стройщиком. Если там указан застройщик, то, соответственно, денежные средства будут перечисляться за стройщику. Ну и здесь уже, как я уже озвучил, что через три года вы должны либо передать дом в залог банку, либо будет увеличение ставки, соответственно, если это семейная ипотека до 7,95, а если это обычная ипотека до 9,45. Ну и возможно, если вы не отчитаетесь, то есть вы должны это понимать, что у вас могут потребовать досрочного погашения кредита. Вот, друзья, постарался максимально осветить всю процедуру получения ипотечного кредита, потому что если вы внимательно посмотрите это видео, у вас будет меньше вопросов, потому что все то же самое я расскажу вам на личной консультации, наши менеджеры расскажут. Если вы, посмотрев это видео, не поняли какие-то моменты, то, соответственно, мы будем рады дополнительно каждый из этих моментов рассказать, подсказать, но в целом процедура получения ипотечного кредита на строительство выглядит таким образом. Занимает она в среднем, то есть около трех недель. Конечно, она может чуть затягиваться, если будет затягиваться процедура регистрации земельного участка. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Задавайте свои вопросы, и мы подробно на них ответим. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Продолжение следует...